Сабайди! Приветствую всех из Винтьяна, столицы Лаоса, или Лаосской Народно-Демократической Республики, как гласит официальное название этой страны. Тут сразу можно видеть флаг Коммунистической партии Лаоса, красненький, и дальше там флаг Лаоса, собственно. А я нахожусь прямо возле границы такой вот исторической старой части города, такого центра города, туристической части города, если вообще это можно так назвать, потому что Винтьян в целом город не особо может похвастаться какими-то достопримечательностями, какой-то архитектурой невероятной. Вот здесь прямо и начинается все. Указатели пошли. Такого вот образца они все характерные местные указатели для туристов. Там вот храм Инпэнг. Там находится этот замечательный храм. Можно здесь краешком глаза посмотреть. Тут сразу под стеной, как всегда, захоронение. В данном случае такие вот ступы, могилки. Вот небольшое мини-кладбище. Огромное дерево такое вот. Как ли она прям растет. Ну и, собственно, сам храм. Симпатичный, но не самый выдающийся в городе. Я еще покажу парочку самых таких классных. Здесь вот также памятник. И еще один памятник. Памятники королям и героям Лаоса. Подходится там по разное направление от этого места. Новый год уже прошел. Апрельский этот. Поэтому вот уже демонтировали. Такая здесь была арка. Которая возвещала о праздновании 2567 нового года. Да, если вы не знали, то в Лаосе наступил 2567 год. Здесь помимо общепринятого григорианского календаря, такого мирового летоисчисления, есть еще и свое. Местное, так скажем. Оно не совсем местное. Здесь вот тук-тукер отдыхает. Часто тук-туки здесь. Вот такой мотоцикл. А сзади прицеп. О, самайди. И там человек как шесть может, в принципе, ехать. Такие здесь мотоциклетные тук-туки. Флажки у него обязательно. Здесь стройка. Все вручную на канатах поднимают. Никаких тип экранов. Да, так вот, местное летоисчисление не только здесь, в Лаосе, но и вообще касается многих стран Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Камбоджа. Они также празднуют в середине апреля Новый год. У них у всех этих стран народов схожая культура, одна религия и одно такое свое местное летоисчисление. Ну, сейчас покажу парочку храмов. Все они вот на этой улице, главной туристической улице, находятся. Прям их три или четыре храма, они просто буквально друг за другом идут. На Новый год здесь было очень шумно. Лавочки у них часто такие вот с рекламой, видимо, какая-то может фирма это профинансировала установку лавочек, поэтому теперь реклама зияет. А это, чтобы вы могли подумать, нет, это не какой-то горшок для подношений или еще чего-то такого там сакрального может быть. Нет, это сделанное из такой плотной резины, из которых покрышки делаются автомобильные. Это вот такая урна для мусора, такие в Камбодже также я встречал. Ну, сдалека можно подумать, что это такой чугунный большой котелок. Для воды или еще для чего-то такого приличного. Вот там монахи, их быт. Монахи при храме и живут, молятся, трудятся. В общем, вся жизнь у них проходит здесь. Вот замечательный храм Инпэнк, который открывает череду храмов на этой улице. Но не буду долго здесь задерживаться. Этот храм я также снимал на новогоднее празднование. Можно в другом видео посмотреть, как здесь проходил Новый год, как народ праздновал, какие обряды справлял. Городской автобус. Можно было видеть по наклейке красный кружок на белом фоне. Это все здесь зеленые эти автобусы, такие вот городские, общественный транспорт. Все, подарок от народа Японии. Это вот везде японский флажок, я потом позже покажу это подробнее. Все подарено добрым народам Японии. Здесь я так вообще заметил. Япония, Китай борются за влияние. Франция еще тоже за счет колониального прошлого. Клоос был частью колонии Индокитай, которая принадлежала Франции. И подходя к этому храму, храм слонов, я неоднократно здесь, именно здесь, в Лаосе, видел такие вот таблички. Smoke free temple, то есть храм без курения, то бишь курение на территории храма запрещено и совсем не одобряется. Такая вот остановка общественного транспорта, достаточно неплохая, не самая, конечно, крутая, никаких тут Wi-Fi или кондиционеров нет. Ну, так вот, рекламка, лавочка такая скромная, узенькая. Ну и вот есть схема, в принципе, можно разобраться, что почем и куда, если более-менее уже в городе пару дней побытий освоится. Вот тут основная достопримечательность, триумфальная арка Патусай. Вот туда я сейчас и направляюсь, как бы в дальнейшем ее покажу. Аэропорт есть, также на западе города. И с юга подпирает река Меконг, могучая река Меконг, которая через с юго-восточную Азию протекает, через всю территорию Лаоса, потом также кое-где и Таиланд затрагивает, Камбоджу и Вьетнам, во Вьетнаме дельта реки. Еще один замечательный такой храм. Вот эти слоники у них из хоботов фонтаном вода лилась во время праздника. Новый год здесь это такой праздник, фестиваль воды. Все обливаются водой, стреляют из водяных ружей, развлекаются по полной программе. Люди, это также, опять-таки повторюсь, можно посмотреть в других моих видео про Лаос. Я много достаточно снимал про этот Новый год и показывал, как здесь и что происходит все это веселье. Здесь по левую сторону можно видеть такие образчики еще какой-то старой, такой колониальной архитектуры. И эти домики достаточно хорошо сохранены. Все так аккуратненько приукрашено, отштукатурено. Как я уже говорил, очень мало исторической какой-то интересной архитектуры в городе, поэтому вот даже такая мелочь, вот этот вот домик такой уже обращает на себя внимание. Вот не прошел я и в 100 метров, как еще один храм. Я так мельком их буду показывать. Лаосские храмы, конечно, хороши. Ничего не скажешь. И суетved. Здесь при храме Такой вот информационный стенд И есть плакатик Видимо это товары Такие буддийского направления Которые можно приобрести При храме Всякие вот статуэтки Кулончики там вот есть И даже такие вот Какие-то ритуальные тесаки Любят они также при храмах Статуи Различных животных Петушки Овечки Собака Свинки Конечно же драконы Драконы Самый Неотъемлемый Атрибут Любого буддийского храма Здесь вот что интересно Туалет у них есть Кстати да Если что То в храм можно не только пойти Посмотреть Пофотографировать Еще и воспользоваться Часто можно бесплатным туалетом Потому что Общественных туалетов Тут нет от слова совсем Вот так они тут Замечательно украсили стены Такой вот Ландшафт Природа лаоса видимо Монахи молятся Созерцают на водопад На горы На горами и джунглями Славится лаос Там вот тигры и какие-то олени На водопое Ну а здесь уже Такой урбанизированный лаос Которым его видит Наверное все-таки в будущем Видит его автор этого Мурала Такой спайдер-мена Здесь высокоскоростной поезд Хотя здесь и есть Построенный китайцами Линия скоростной железной дороги Из Винтьяна Такой популярный Туристический центр Луанг Прабанг Называется Туда можно за 2 часа добраться И тут прям так все Густо усеяно небоскребами Чего во Винтьяне Пока что конечно же Нету от слова совсем Небольшая у них тут Пилорама при храме Вот Какие-то полочки Что-то они там Сами тут Делают Производят Заходя в храм Одевайтесь Прилично Ибо это Святые места Уважайтесь Святые места Священные Отправимся дальше К набережной города И к реке Меконг Это все я хожу По самым что ни на есть Центральным улицам Винтьяна Здесь достаточно много Всяких Кафе Ресторанов Баров В общем здесь еще Жить можно Ну или как-то провести Может быть Уикенд Или дня 3 Или вот Полторы недели Как я Ну а в остальном Винтьян конечно Никакого интереса Себя не представляет От слова Совсем Продолжение следует Часть территории При набережной Приходится на такой вот рынок Сейчас все тут Закрыто Он работает только По вечерам Начиная С часов пяти Вечера Тут можно купить Одежду По ну очень Дешевым ценам Еще так же Просовки Духи И какие-то Мелкие Электронные приборы Типа наушников Пауэрбанков И так далее Очень много тут Паленых Всяких брендов Вроде Adibos И Gnocchi Всего такого Прочего Много Контрафакта Из Таиланда Но цены Дешевле Я просто Даже не представляю Как может быть Дешевле Чем вот Здесь Можно Футболку За 3 доллара Купить Например Шорты Какие-нибудь За 5 долларов Вот Рубашки Какие-нибудь Тоже Там 4-5 долларов В общем Очень Дешево До Безобразия Но сейчас Возможности Показать нет Ибо В жару Тут Никто Не работает Тут только Такие Туристы Оголтелые Как я Ходят С камерой Сейчас Увидев Этот Электронный Билборд Хотел Также Поделиться Своим Наблюдением Что В Авентяне Удивительно Мало Рекламных Билбордов Действительно Мало Рекламы Такой Вот Наружной Нет Это Не означает Что здесь Фасады Все такие В порядке И Красота Но Вот Именно Рекламы Билбордов Прям Мало Ну Наверное Это Говорит О том Что Банально Мало Денег На эту Самую Рекламу Рекламодателей У каких-то Фирм Компаний И так далее И тому подобное Ну Либо Может Лаосские Фирмы Бренды Настолько Крутые Что В рекламе Не нуждаются Вообще Дорогу Всегда Тут На свой Страх И риск Переходить Даром Что здесь Нету Нет Здесь Кстати Пешеходный Переход Есть Но Естественно Никто Вас Пропускать Не будет Вот уже Объездив Практически Все страны Юго-Восточной Азии Могу сказать Что Вот С культурой Водителей Здесь Самые большие Проблемы Здесь Ну Прям Ну Вообще Не хотят Пропускать Даже Если Зеленый Свет Светофора Тебе 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 Горит Вот И Прям Ну Явно Ты Должен Имеешь Первоочередное Право Переходить Дорогу Но Вот Тебя До Последнего Просто Будут Игнорировать Не пропускать Частенько Можно Такие Вот Видеть Стенды В виде Женщины Национальной Юбки Руки Она Лодочкой Сложила И вот Приветствует На набережной Реки Меконг Так вот Они Оформили Частенько Возле Достопримечательностей Такие Вот Фигурки Стоят С указателем Ну Вот Собственно И Набережная Знаменитой Реки Меконг Здесь Во время Праздника Пивной Фестиваль Располагался В этом Месте Тут Уже Картина Не самая Красивая Мусор Какие-то Стройматериалы Тут Все Такое Тоже Подзапущенное Я бы Сказал Там Очень Очень Скромный Такой Луна Парк Работает Наверное Может быть Один Из Нескольких Или вообще Единственный Во всей Стране В общем Сами Все Видите Так сказать Уровень Размер Качество Лунопарка Соответствует Уровню Страны Который Конечно же Мягко говоря Невысокий Лаос Одна из Беднейших Стран В регионе Ну и вообще Если брать По миру То Наверное Может в какой-то Рейтинге Попадет Hello Somebody Ну а люди Вот хорошие Здороваются Приветствуют Все как и везде В Юго-Восточной Азии Добрые Открытые Люди Здесь Сразу У набережной И за рынком Этим ночным Располагается Такой вот Комплекс Кафешки Всякие Мелкие Тоже по сути Ночной рынок Как она называется Просто это уже Ночной рынок В отношении Еды Напитков И всего прочего Что можно Положить в рот Но Тоже все Вечером Открывается Здесь можно За 2-3 доллара Очень даже Вкусно покушать Отведать Какой-то Национальной Еды Рыночек Какие-то Вышки связи Это все уже Королевство Таиланд Какая-то Тайская Там Деревенька Располагается За рекой А если Ехать Вот туда Влево Получается Если Так смотреть То ехать На запад То там Городок Нонгхай С которого Можно Приехать Вовинтьян Пересекая Границу Мост Дружбы Между Лаосом И Таиландом Через реку Меконг И там Пограничный Пункт Все заезжают Выезжают Сюда В Вьетнам В Вьентьян Извиняюсь Ну и в Лаос В целом Тут сразу Куча Строительного Мусора Все вроде Неплохо Но вот Сразу Кучка Портит вид Это все Зеленая Территория Это все Камыши Плавнее Реки Меконг Меконг Сам Толком Даже не видно Сейчас Сухой сезон Он наверное Такой Обмельчавший И небольшой Вот Наверное К концу Лето Будет Помощнее В общем Вот так Там уже Таиланд А по бочинам Срач И мусор Классика Азии Чего Тут Скажешь Интересная Черта Винентиана Опять-таки Это вот Во всей Центральной Части города Такие вот Столбы Располагаются Emergency То есть Экстренная Ситуация Если Возникла То Видимо Вот здесь Кнопочку SOS Нажимаешь И Наверное Приезжает Полиция Вот здесь Про полицию Сказано Прежде всего Ну наверное И медики Тоже приедут Помогут Если что Так что Здесь так вот Удобно Все организовано Для граждан Пожалуйста Кнопочку Нажал Столбики Эти Столбики Эти Достаточно Регулярно Встречаются И все И наверное Вам Помогут Не знаю Как это Реально Ли это Работает Проверять Не имею Желания Потому что Заложенный Вызов Можно на штраф Нарваться Соответственно Но Вот Вроде как Есть такая Возможность Что Отрадно Конечно Курение В парках Запрещено Кстати Как и в Таиланде Очень здорово Смотрятся Эти Массивные Такие Вот Ветвистые Деревья Массивные 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 Продолжение следует... Родом с храмом какой-то госпиталь, видимо, располагается и автопарк службы экстренной помощи, скорой помощи, представлен вот такими вот джипами. Вполне себе неплохой автопарк, как по мне, карет скорой помощи. Возможно, тоже помощь какой-то страны, не удивлюсь, если так. Даже здесь не только больница, видимо, но и вот представительство Красного Креста. И он там даже швейцарский Красный Крест. Гардроп-кафе даже есть в Лаосе. Правда, здесь оно так просто спрятано за паутиной проводов. Едва ли видно там эту эмблему. Услуги массажа не так частые, как в Таиланде, конечно, но тоже можно легко достаточно найти. Особенно здесь, в центре Винтиана. Вот можно ознакомиться с ценами. Массаж ног, например, 120 тысяч кип. Напоминаю, 1 доллар, это 21 с копейками тысяча кип. То есть 120 тысяч кип. Это у нас 6 долларов. Вот там и 90 минут, и 2 часа вас массировать будут. Ну и все остальные виды массажей. Могу сказать, что это не самый такой дешевый салон. Может, здесь прям классно так делают. Но я встречал цены на порядок дешевле. Особенно за пределами города. Вот общественный транспорт. Так вот, грузовичок, и все в кузове едут там. Потому что автобусы, как вот можно уже видеть, да? Я сколько хожу, гуляю. Только один какой-то проехал, и то это аэропорт. Из аэропорта экспресс-автобус, и все. А так здесь с общественным транспортом все достаточно плохо. Надо либо байк иметь, либо придется на тук-туках всяких, таких грузовичках кататься. Вот только я сказал, как сразу снова проехал автобус. Опять-таки из аэропорта. Ну, можно сделать вывод, что в аэропорт на автобусе можно здесь добраться. В принципе, достаточно без проблем. Мечта любого электрика. Тут, наверное, даже по этим линиям, таким проводов, можно как-то ориентироваться. Вдоль линий идти и куда-то придешь. Можно даже какие-то такие ориентиры здесь строить. На трансформаторной будке напоминание о страшной истории, которая коснулась и Лаоса. Вьетнамская война, и Лаос хоть и не участвовал официально, но помогал коммунистическому северному Вьетнаму. И вот здесь такой вот ужас. Лаос-24 и тропа Хо Ши Мина, по которой производилось снабжение армии Вьетконга. Ну, впрочем, из-за этого Лаос пострадал от американских бомбардировок. Из-за того, что они поддерживали коммунистов вьетнамских и всячески им помогали. Есть также сеть кофеен Амазон. Это тайская сеть кофеен. Очень такая известная, распространенная, популярная, так сказать, тайский Старбакс. В принципе, очень даже там неплохие напитки горячие не только продаются. Здесь выходим. Это прям место, это фонтан тут. Сюда даже таблички такие вот с указателями ведут. То есть это предполагается, что это прям какая-то такая достопримечательность. Вьетнам, куда стоит сходить. Площадь. Какой-то дом с апартаментами, новенький, такой модный. Вот прям тут Нампхоу парк. И здесь вот располагается этот фонтан, который вроде как по вечерам иногда он работает. Такой вот парк, но что-то тут деревьями особо и не пахнет, как и теньком. Поэтому народу здесь ноль, ибо под солнцем сидеть некомфортно. Да и вообще даже вечером я здесь проходил, народу тоже так не очень. Только кто-то на скейпах здесь катается, тренируются дети. Фонтанчик такой очень простенький, бедненький. Но тем не менее, вот к нему ведут указатели. Я вот в дальнейшем буду идти и покажу даже. Так что это место прям на туристических маршрутах Виентияна обозначается. Такая тут часовая башенка. Очень так халтурно сделанная, как по мне. Ну, за неимением других достопримечательностей, что ж, и такая сойдет. С чего-то надо начинать все-таки. Поздравление с Новым Годом от вьетнамцев. И тут какие-то картины, красот, которые можно найти в соседней стране. Ну и надписи тоже на вьетнамском. Вот здесь это можно видеть. И там флаг, соответственно, с одной желтой звездой располагается. На этой улочке также еще кое-какие, якобы, какие здания в колониальном стиле остались. То есть, такие балкончики, портики. Не знаю, там, наверное, уже все новострой какой-то. Смотр города, а людей, вот как можно видеть, достаточно мало. Как для города, практически миллионник. Где-то в районе 950 тысяч человек населения города. Но никаких толп вы здесь не увидите. Только можно вот три дня, наверное, в году, когда Новый Год празднует в середине апреля. Тогда здесь действительно шумно, людно, толпы, какие-то пробки даже. Тут вот указатели. Кунмин, Китай, Луанг, Прабанг. Это тут же в Лаосе Ван Вьен тоже. Лаос, Бангкок, Ханой, Хакхек, Паксе и Пханомпенг. Это, наверное, да, это Пномпень, столица Камбоджии. И если вы подумали, что народу мало, потому что выходной, суббота сейчас и жара, два часа дня. Нет, здесь даже вечером, если пройтись, только будет какая-то тусовка, шум в районе вот нескольких буквально каких-то баров и ночных клубов. А так везде тоже тишь, благодать. В общем, не город, а мечта, рай для интроверта. Мало народу, машин тоже немного, трафик такой слабенький. В общем, после Бангкока, например, сюда приехать, то здесь прям какая-то отдушина. Можно отдохнуть от толпы суеты. Все здесь так как-то по-деревенски даже, я бы сказал. Вот, пожалуйста, тот самый фонтанчик Нампху. Вот даже указатель туда к нему и ведет, где я сейчас был. Это то, что я раньше и говорил. Вот, например, табличка, это японцы помогли улучшить, то есть сделать, в общем-то, дорогу здесь. Так что, все благодаря помощи японцев. Здесь такая вот достаточно хорошая, в принципе, дорога по местным меркам. Вот они и автобусы дарят свои, и дороги делают. Ну и также можно найти такие же таблички, когда уже Китай что-то здесь делает, строит. Вот, в общем, борются за влияние в Лаосе, видимо, эти страны. Остатки былой роскоши французской колониальной архитектуры. Здесь уже отель какой-то располагается. Можно где-то периодически встретить такие наклейки. Вот от Мьянма, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа. Такое вот. Как Содружество стран Юго-Восточной Азии. Они все-таки считают соседние страны с собратьями. Такие вот электрокары здесь также популярны. Вот Сабади. Это китайская вещь. Такие грузовички трехколесные. В городе, кстати, также могу заметить, что достаточно много строек. То есть какие-то все-таки, вот смотрю, проекты, отели, какие-то офисные здания строятся. То есть какое-то движение, развитие все-таки здесь идет. Какие-то, может, инвестиции небольшие, но поступают. Вот homemade ice cream. Они утверждают, что прям тут и делают мороженое. Домашнее мороженое. Даже есть тот самый вонючий дуриан. Но я сейчас скушал мороженое со своим любимым passion fruit. То есть с маракуйей. Могу сказать, что очень даже вкусно. Они тут дома мороженое делают. В общем, такое вот производство здесь тоже, в принципе, в центре города. Рекомендую. И стоит недорого. Один скуб 10 тысяч кип и два скуба 15. Здесь на улице типичная тележка с уличной едой располагается. В основном всякие жареные шашлычки. Там какое-то мяско, крылышки, ножки. Все это на гриле жарится. В общем, типичная картина как для Лаоса, так и для Юго-Восточной Азии. Можно было видеть в других моих видео про страны, региона. Но вот там и народ уже прикупил что-то здесь. И кушает, видимо, обеденный перерыв у людей. Забойди! Тут вот сразу заворачиваем и выходим на также одну из достопримечательностей. Здесь такой вот ступа старого древнего храма. В таком хорошем сохране. Конечно, те, кто был в Чангмайе, в Таиланде, или в городе Аютая, тот же Таиланд, того не удивишь такими вещами. Там огромное количество таких вот древних ступ, древних храмов, какие-то руины. Где-то лучше они сохранились, где-то хуже. Поэтому для Винтьяна тоже очень даже неплохо. Такая уже поросшая травой ступа. И вот они хороший асфальт укатали, между прочим. Деревца там подсадили, подстригли. В общем, такая тут приятная зеленая зона. Травка, лужайка, лавочки. Вот тут, в принципе, можно посидеть вечерком, подумать о вечном. Интересно, как они освещение сделали возле ступы. Это такие вот фонари, металлический стержень. Прямо вот в бетон вставлен, а бетон в покрышечку. То есть, зато фонарь вот такой мобильный. Можно его переносить, двигать куда-то. Может себе клавочки придвинуть вечером, чтобы светило лучше, и книгу тут читать. Ну, в общем, такое вот интересное решение. Прямо в покрышке. Бетон. Металлический стержень. И фонарик. Дешево. Сердито. Да и не скажу, что прям уж так плохо выглядит. Терпимо. Вот здесь вот карта исторической части Вьентьяна. Такой полоской вдоль Меконга она тянется. Это историческая часть. Вот эта ступа, как один из элементов исторической застройки города, немногочисленной. Понимаю, тут ведерко уже с залитым цементом. Уже новый фонарь тут будет, наверное, устанавливаться таким нехитрым способом. И ступа хоть и старая, но, как видно, по таким вот подношениям, то сюда народ приходит помолиться тоже. Различные тут цветочки, такие завернутые в листики. Тут даже вот фрукты, мандарины, там ягодки оставил. Тут вот рис, еще какие-то шарики. Уже выглядит оно малоаппетитно, побыв на жаре, но тем не менее. Приятное место в Авентяне. Тут же рядом такой домик, видимо, с тех еще французских времен, старых, колониальных. Такой вот, наверное, особнячок у кого-то был, но сейчас он, очевидно, пустует, и никто в нем не живет. Вот окна нараспашку, двери там заколочены. Возможно, на продажу. Рядышком также располагается какая-то американская школа. Вот тут рекламируется американское образование и всякие программы обмена. Можно, вот как этот счастливый парень, поехать в Штаты, поучиться и получить там какой-то диплом, наверное, сертификат. Вот такой вот американский центр Винтиана. Здесь возле этого американского образовательного центра такие вот муралы красивые они сделали здесь. Лаос, США, флаги, дружба, мир, дружба, жвачка, как говорится. Там ступы, пагоды, храмы, в общем, лаосские всякие характерные достопримечательности. Вот там и автор этого шедевра. Вот тут тоже Лаос, Америка. «Друзья на веки». Здесь уже больше лаоское такое традиционное изваяние на религиозную тематику, в том числе. Такие вот замечательные муралы на тему лаоса, ну и лаоско-американской дружбы. В принципе, тоже как достопримечательность можно считать. Здесь огромными буквами как «Лаос» написано. Правда, на английском страна сама называется «Лао». Здесь какие-то зарисовки из истории страны, эмоциональные узоры. Также вот везде автор указан. Здесь вот монах и студент, видимо, чем-то занимаются. Таким грызут гранит науки или каждый занимается своим делом, так скажем. Вот такая вот красивая стена здесь. Я так аккуратно снимал, потому что здесь вообще-то ходит охранник прям в такой американской полицейской форме. У него там нашивки. Сказал, снимать его нельзя. Я бы его заснял. Так очень интересно выглядит. Вот он говорит, что можно эти граффити, все муралы снимать, а там какие-то здания или что за забором, ничего нельзя. То есть тут прям регулируется съемка. Однако, серьезное место. Американский образовательный центр. Много банков из Таиланда. Вот один из них. Это я вышел на самую такую центральную улицу, на главный такой прям проспект столицы города Вьянтиян. Вьянтиян везде указывается как Вьянтиян столица, Вьянтиян capital. То есть так прям серьезно, помпезно. Чтобы сразу было понятно. Такая вот трехполосная здесь, трехполосная там. В общем, шестиполосная такая вот дорога, но в основном люди на ней гуляют мало, в том числе и вечером. На ней располагаются банки вот там дальше и финансовые учреждения. И уже здесь видно мое место назначения, куда я вообще изначально и собирался идти. Это триумфальная арка Вьянтияна. Вот там она располагается. Древняя ступа, где только что было называться Тхаддам. Ну а триумфальная арка Патусай называется. Туда прям нужно идти вдоль этого могучего, но пустого проспекта. Называется Avenue Lane Sand. Сангес, если не ошибаюсь, это слон означает. То есть такой-то проспект каких-то слонов, что ли. Я не уверен, но так догадываюсь. Это в принципе неудивительно, если знать китайское название города Вьянтиян. А по-китайски город называется Уансьян. Что можно привести как 10 тысяч слонов. То есть город 10 тысяч слонов. Так вот китайцы называют Вьянтиян. Поэтому если этот проспект так и называется в честь слонов, то очень даже неудивительно все это. Вообще проспект хоть и такой центральный самый, такой широкий, помпезный, главный, но совершенно нежилой здесь. Исключительно какие-то банки, финансовые учреждения, государственные, образовательные учреждения. Поэтому, соответственно, и народу здесь мало, и мало кто вообще гуляет. Разве что немногочисленные туристы, которые, как я, идут в сторону Триумфальной арки. И как для центрального проспекта, в принципе, здесь ничего такого сверхординарного. Вот есть такие даже подзапущенные какие-то стремные здания. Это какой-то торговый центр такой тут простенький, насколько я помню. Если бы еще не вот эти вот многочисленные здесь банки, они прям тут один за другим буквально идут. Вот прям вереницей тянутся. Начиная отсюда и в самые Триумфальные арки. Так вот, если бы не все эти еще такие вот красивые, или относительно, я бы сказал, красивые, хотя бы современные, более-менее в нормальном состоянии здания, то если бы не они, то проспект центральный главный Винтиана и, получается, Сиулаоса был бы совсем уж унылый и убогий. А так еще хоть как-то тут добавляет чего-то такого современного. Так что я бы даже назвал этот проспект проспект Банковый или улица Банковая. Я думаю, вот так бы логичнее было. А здесь так вот клумбочки такие по бокам, по середке, фонари мощные. В общем, такой тут попытались они сделать столичный размах, так сказать. Общественный транспорт, автобус. Подарок из Японии. Вот там можно было видеть. Поехал он. Автобусы ходят достаточно редко, поэтому я бы не рекомендовал прям на них так надеяться. Тут образование, учеба во Франции. Еще какие-то связи, видимо, остались с бывшей митрополией. Вот французский институт здесь такой вот располагается. То есть какие-то еще связи, обмены имеются. Поэтому завлекают учиться во Франции здесь студентов. Стремный манекен рекламирует клинику частную. Вот если встать так на перекрестке, осмотреться вокруг, то вот банк, и там банк, и тут банк, какой-то лооско-вьетнамский. Там тоже банки. Вот здесь я шел, одни сплошные банки. Я же говорю, улица банковая. Идем на красный, потому что здесь без разницы, что зеленый, что красный, пропускать все равно не будут. Поэтому, соответственно, и идти нужно тогда, когда вообще возможно это. Идя по центральным улицам можно видеть такую вот рекламу Go to Buda Park. 10 долларов. За 10 долларов возят, видимо, вот на таком каком-то тук-туке парк статуй Будды. В 25 километрах от центра Вьентьяна располагается. Одна из таких достопримечательностей, которые тут, ну, можно, стоит, я думаю, да, посетить. Парк действительно красивый. В городе в самом не так много парков, а тот такой прям интересный, плюс огромное количество статуй. И если не лениться на него, можно поехать до этого парка статуй Будды всего менее, чем за 2 доллара. 18 тысяч кип, то есть чуть меньше доллара стоит проезд на автобусе. Номер 14, который с центрального автовокзала Вьентьяна отправляется. Автовокзал находится вот где-то там, в той стороне, совсем недалеко. Буквально. В полукилометре. Столичная библиотека Вьентьяна. Ну, выглядит так, как-то запущено немного все с отпавшей листвой. Еще один тот самый столбик. Если случилась беда, жмите на кнопочку SOS и за вами, наверное, таки приедут. Вот. Это здорово. Почта Лаоса. Такой вот старенький ящик для писем. И тут же лицей. Наверное, какой-то один из самых престижных лицеев, я так думаю, города, может, и страны. Вот здесь даже на французском написано Лицей Вьентьяна. Ну, или просто школа. Вот, между прочим, тут таблички. Smoke-free school. То есть, школа, в школе не курят. Школа для не курящих и там не курят. И вот, drug-free school. То есть, школа тоже свободная от запрещенных веществ наркотических. То есть, не употреблять и даже не заикаться об этом деле, ибо это зло. Ну, и там какие-то предосторожности, видимо, от томоров, которые могут разносить здесь лихорадку Денге. Такие вот тут правильные вещи написано. Ну, а это вот как в коммунистическом стиле на красном таком фоне какие-то здесь вот лозунги, какая-то агитация, как это часто бывает тоже в Китае, во Вьетнаме, так и здесь тоже. Абсолютная пустота. Ну, это норма для Вьентьяна. Ну, и, наконец, одна из главных достопримечательностей визитных карточек города это вот Триумфальная арка Патусаяна называется. Еще в 19 веке построенная. Действительно, такое очень даже выдающееся по местным меркам сооружение. Пойдем посмотрим, что там. Фасад украшен различными барельефами на национальную тематику. Есть такие статуи с факелами. Потолок такой уже, правда, немного получившийся, грязноватый, не мешал тут уже порядки им понаводить. Как-то все неплохо, но уже видно, что какой-то косметический ремонт нужен, конечно. Ну, и здесь бы тоже серую стену как-то покрасить, закрасить все это дело. Много еще мышиного помета здесь по вечерам. Просто стайки летучих мышей под крышей кружат, где-то там они, наверное, и спят, может, в тех отверстиях скрываются днем. Музыкальный фонтан под местную задорную музыку. Сзади какое-то здание политической направленности, наверное, какая-то администрация может быть. популярное место для фотографий, фотосессий и вечернего досуга в Янтьянце. помимо созерцания внешнего можно также подняться туда вовнутрь и забраться наверх. Там такая небольшая площадка. Цена для иностранцев 30 тысяч кип, то есть полтора доллара, для местных 5 тысяч, то есть около 25 центов. здесь так везде в принципе в основном все стоит 30 тысяч для иностранцев, 5 для местных. Такая вот здесь сегрегация по признаку того, что ты гражданин Лаоса и не гражданин. Вот они местные 30 тысяч кип, местная валюта. Хоп, чай. Спасибо. Билетик есть, пошли наверх. Такой вот подъем. Бетонные серые уже пошарпанные ступеньки. В общем-то, конечно, уже подзапущено здесь все. Не рисовать, не писать ничего на стенах. Ну и на удивление, стены чистые, по крайней мере, здесь. Для людей с ограниченными двигательными способностями конечно не подходит. Лифта нет и каких-то прочих условий тоже. Только суровые, грязные, серые ступеньки. Ранее насчет 19 века я загнул, извиняюсь, середина 20-го. В 57-м году начали строить. Были сложности. Потоп, затопление, видимо, от реки Меконг. И в 68-м строительство было окончено и арка торжественно открыта. Вот здесь краткая история и современный вид, который можно видеть вечером. Все эти подсветка, фонтаны. Вот. Построено было в честь провозглашения независимости Лаосской Народной Республики от Франции. На местном языке называется Патуссай, что означает Ворота Победы. Ну, или Триумфальная Арка, как более распространенное европейское название подобных мест. Выше еще один такой зал. Тоже тут все современно, чистенько. Основные достопримечательности Лаоса, как страны. Часто можно видеть храмы, конечно же. Наконец выход на четвертый этаж, она же обзорная площадка. Здесь вот снова все как-то уж очень сурово и простенько. Серые просто стены голые, бетонные. На самый верх нужно еще подняться. Много ступенек. Это фитнес, ребята. При жаре плюс 38. И вуаля! Вот он прекрасный Виентиян, столица Лаосской Народно-демократической республики. Как вообще можно видеть, город такой низенький достаточно. Никаких небоскребов, высотки, едва ли там вот я знаю проезжал мимо вдали там более-менее высокий отель какой-то строится новый. Ну и все так. Кое-где какие-то многоэтажки это не самые такие выдающиеся. что-то выдающиеся. Вот такая была длинная, долгая прогулка по Винтиану, столице Лаоса. Я попытался показать так более-менее все достопримечательности центра города. Есть еще за пределами центра некоторые храмы, несколько интересных музеев, в том числе с военной техникой, советской, американской, все связано с вьетнамской войной в какой-то мере. В общем, есть еще парочка музеев, можно зайти посмотреть. Ну а так, в принципе, и все. Я в одном видео попытался так, наверное, львиную долю каких-то интересных мест показать в городе. Надеюсь, было интересно посмотреть эту не самую популярную для посещений страну. Надеюсь, было интересно послушать меня. Ну и до встречи в других видео, в других странах и в других городах. Всем сабайди! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...